Добрый день! Сегодня мы поговорим о повторяющихся существительных. Возможно, два варианта. И мы сразу переходим к примерам, чтобы нам было понятнее, о чем идет речь. ГУ КОРЕ ХАДАШОТ ЙОМ ЙОМ. Он читает новости. И дальше дословно «день-день». Непонятно, о чем идет речь. Можно подумать, что опечатка. Нет, не опечатка. Мы с вами договоримся, что если в предложении встречаются два существительных подряд, то первое существительное мы условно можем перевести как слово «КОЛЬ» – «каждый» или «каждая». И у нас получится, давайте прочитаем сейчас, ГУ КОРЕ ХАДАШОТ КОЛЬ ЙОМ. Он читает новости каждый день. Тогда вопрос, в чем разница между «КОЛЬ ЙОМ» и «ЙОМ ЙОМ». Давайте скажем так, что «ЙОМ ЙОМ» мы переведем как «ежедневно». Если «КОЛЬ ЙОМ» – это «каждый день», «ЙОМ ЙОМ» – это «ежедневно». А по смыслу у нас примерно одно и то же получилось. Разница в стиле. То есть разный стиль, по вкусу мы ориентируемся на свой вкус. Если вы еще не привыкли говорить, пользоваться вот таким удвоением, то не нужно. Это дело вкуса, дело стиля. Главное – понимать, когда вы услышите или когда вы встретите это в тексте. Идем дальше. Следующий пример. «Хэм куним шам шаво шаво». «Они покупают там» и дальше «неделя-неделя». Мы договорились, что первое слово, первое существительное, мы поменяем на слово «КОЛЬ» и все сразу станет ясным. «Они покупают там» каждую неделю. «Хэм куним шам» – «КОЛЬ шаво». И давайте тогда, чтобы почувствовать разницу, условно. «КОЛЬ шаво» мы переведем как «каждую неделю», а «шавоа шавоа» мы переведем как «еженедельно». Я не уверен, что так можно сказать по-русски, я не знаю. «Еженедельно». Но по смыслу получается так, каждую неделю. Идем дальше. «Ахот шиле ми черновиц ба шана шана». Его сестра из черновцов приезжает или прилетает каждый год. То есть слово «шана» мы поменяем на слово «КОЛЬ» и у нас получилось «каждый год». А в чем тогда разница «КОЛЬ шана» и «шана шана». Давайте переведем «шана шана» как «ежегодно» или «из года в год». Следующее предложение. «Ашутрим бутким рэхев рэхев». Рэхев – дословно это «транспортное средство», а по смыслу это «машина». И у нас получилось «полицейские проверяют каждую машину». В чем разница между «рэхев рэхев» и «КОЛЬ рэхев». Давайте переведем «рэхев рэхев». «Полицейские проверяют машину за машиной». То же самое примерно, что «КОЛЬ рэхев». Дело вкуса, дело стиля. Идем дальше. То, что я вам предлагаю самостоятельно. Слово «рэхев», которое мужского рода. В иврите «машина». Мы поменяем на слово «рэхов» – «УЛИЦА». Тоже мужского рода. И вы самостоятельно построите предложение. «Полицейские проверяют улицу за улицей». Возьмем слово «махшев» – «КОМПЮТЕР». У нас получится, что полицейские проверяют компьютер за компьютером. Возьмите слово «сэфер» – «книга» – мужского рода в иврите. «Бакбук» – «бутылка» – мужского рода. «Тик» – «сумка». И подставьте эти слова в предложение, чтобы потренироваться. Следующий пример. «Хэм, бот, ким, отам, эхад, эхад». Они проверяют их, имеются в виду, например, машины. «Эхад, эхад». «Эхад, эхад» мы переведем как «один за одним». Они проверяют их по очереди, ничего не упуская. «Один за одним». «Эхад, эхад». «Эхад» – это уже числительное, но как бы в этом же материале тоже мы расскажем. И, например, ситуация такая. «Хэм, бут, ким, миз, вода, миз, вода». Здесь я взял слово «женского рода». «Они проверяют». «Миз, вода» – это чемодан. Получилось, они проверяют каждый чемодан или «чемодан за чемоданом», ничего не пропуская. Проверка идет, ну, например, в аэропорту. «Хэм, бут, ким, миз, вода, миз, вода». «Они проверяют». «Чемодан за чемоданом». Так как речь идет о предмете женского рода, миз, вода, мы можем использовать во множественном числе слово «их» в форме женского рода. «Отан», они проверяют «их» и здесь числительное у нас тоже женского рода. «Ахат», «ахат» – получилось «одна за одной». Они проверяют чемоданы, дословно, «одна за одной», потому что слово «чемодан» в еврееве «миз, вода женского рода». И второй вариант, который у нас может быть, например, давайте сразу на примерах будем рассматривать, Александр, Гевер, Гевер, Александр, он, Гевер это мужчина, Гевер, Гевер, мужчина, мужчина. Что у нас получилось? Слово существительное, когда встречается в предложении два раза, может означать усиление, подчеркивание, что-то, восхищение наше чем-то. Например, Александр, он, мужик, мужик, он мужчина, мужчина, Гевер, Гевер. Это больше характерно для разговорного языка. Следующее предложение, ГУОСЭ, АВОДА, АВОДА. Он делает отличную работу, хорошую работу, АВОДА, АВОДА. И обратите внимание, это же предложение, мы можем прочитать по-другому, с другим смыслом. ГУОСЭ, АВОДА, АВОДА. И у нас получилось, он делает работу за работой. Он делает, как бы, любую, каждую работу. Работу за работой. Получилось так. Другой смысл. То есть, зависит, это, я еще раз говорю, характерно для разговорного языка. По интонации, если кто-то скажет, ОСЭ, АВОДА, АВОДА, он делает работу за работой. То, второй вариант, ОСЭ, АВОДА, АВОДА. Он делает отличную работу, хорошую работу. Следующее предложение. Ешло, Иша, Иша. У него есть женщина, женщина. У него такая женщина. Примерно так мы можем это перевести. И еще, Иша, это жена. У него такая жена. У него, ух, какая жена. Примерно так мы можем перевести. Ешло, Иша, Иша. И если мы вдруг прочитаем это, если будет написано Ешло, Иша, Иша, мы можем подумать, что здесь первый вариант, о котором мы говорили, что у него есть как бы женщина за женщиной. Поэтому надо быть аккуратным, чтобы не перепутать. Я поэтому говорю, что желательно самостоятельно не строить предложение, где есть вероятность ошибки, чтобы не ошибиться, пока вы еще не наберете достаточно опыта. А опыт в таких предложениях мы набираем пассивно. То есть мы меньше строим, больше слушаем, больше читаем, чтобы понять, как носители языка строят предложение вот с подобным удвоением существительных. И последнее предложение. Хэм, Кану, Байт, Байт. Они купили. Ничего себе дом. Такой дом они купили. Хэм, Кану, Байт, Байт. А можно по-другому это произнести. Хэм, Кану, Байт, Байт. И получится, что они купили каждый дом. То есть они купили дом за домом. Они покупали дом за домом. Поэтому еще раз постараемся по смыслу не перепутать. И я надеюсь, что я вас не запутал. Спасибо за внимание. С вами был Марк Харах. Лейтроуд. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok